Приехали в метро за покупками. Надеваем перчатки по-болгарски, рукавицы, маски и выходим в зараженное пространство. Народа на входе нет, не так как в Кауфланте. Наш первый заезд в метро в этом году. Хотели поехать в Кауфлант, но там стояла длинная очередь. За что я люблю метро. Товара полно, площади огромные и народ легко теряется на этой площади. Его почти и не видно. Значит, угрозы заражения коронавирусом минимальны. Купили полную телегу. Посмотрим, как это будет у нас. На какой срок нам хватит. Но мы старались закупить трог. Сейчас будем выгружать. Выгружаемся. Набрали целую кучу еды. Сегодня тепленький денек, но немножко капало вчера вечерком и сегодня. Но все равно температура 20 градусов. Сейчас вечер, поднялся уже довольно сильный ветер. Но мы все равно вышли погулять. Мы идем на хлебом. Ближайший магазин. Ничего не нарушаем. Держим самоизоляцией строгий. Я к тебе позирую. Ну, отлично. Да? Мы гуляем. И мы гуляем. Сегодня опять 20 градусов. Уже вечер. Никого нет. На пляже практически. Ну, мы вышли немножко погулять. Очень теплая погода. И это радует. Вот такой у нас желтенький, чистенький песочек. Отличная погода, тепло, солнышко. 2 мая. Лето. Бескрайнее Черное море. Вот так вот. Кто-то внизу, а кто-то наверху. Ставьте лайк. Мелело. Теперь здесь, около пристани, сплошной обрыв. Раньше здесь совсем не было выступа. Вода куда-то ушла. И все. Теперь весь берег стал очень высоким. Но, правда, вот там, где сволачище, там еще все довольно ровно. Проходим урок болгарского языка. Как правильно произнести слово сволачище? Сволачище? Или так, как я? Конечно, сволачище. Пока не знаю. Да как не знаю? Мы никак не выучим. Вот такой у нас бережок. Здесь даже вода чистая. Но настолько много водорослей. Просто поразительно. Наверное, все-таки еще до чистой воды нужно почиститься. Вот такие чудо природы. Сделано морем. Один из первых наших приездов. Мы дошли до этого места. Вот там есть разбитый, совершенный пирс. И напротив него такой выступ, такой утес. Небольшое возвышение. И там было так красиво, что когда мы туда поднялись, я написала стих. И называется он «Я построю дом на скале». Это был один из первых моих стихотворений. Я, конечно же, его прочитаю. Но попозже. Мы пришли к месту нашего будущего домика на скале. Если там, правда, уже кто-то не построился. Ну и вот это разбитый пирс. За 10 лет его так никто не отреставрировал. Хотя рядом кафе, по-моему, процветает. Кто понимает. Какой-то шалман там даже стилят. А, там столы. Ну да, это разбитое совершенно строение. Это когда-то был пирс. Но теперь сюда прибывали круизные суда. Ну, круизные, наверное, нет. Но какие-нибудь пароходики, наверное, могли бы сюда приплыть. Эти камни очень большей своей частью были затоплены. Но теперь, поскольку море ушло, все дары моря, все теперь на поверхности. И дальше уже с золотых песков пройти довольно трудно. Особенно, когда море придет. Сейчас, конечно, можно. Сейчас на камешках. Да, но вообще обычно море бьется у самой Монтустины. А дальше, если пройти, то там Кранева, а потом Албена вон там видна. В лучах солнца. А вот это тропинка, которая ведет к нашему будущему домику. Сегодня такой пасмурный день. Море ушло так далеко, что пляж стал безбрежным. Вот и маки расцвели у нас на золотых. Совсем немного, но красиво. Первый работающий магазин у нас на золотых песках. Готовимся к новой сезону. Ресторан скоро откроется. Болгария постоянно смягчает чрезвычайные меры. Например, к 1 мая открываются природные парки и отменяется обязательное ношение масок на улицах. С 3 мая разрешена работа ресторанов с открытыми террасами и плавательных бассейнов. Чемная-чемная дождь. Теперь обещанный стиль. Я построю дом на скале. Пусть в нем колобродят ветра, а вокруг деревья шумят и горланят птицы с утра. Между лысых камней маков цвет, будто кровь олеет в желтой траве, а с небес нещадно солнце палит, отдает свою энергию мне. У обрыва поставлю скамью, неоглядное море вокруг. Буду слышать, как бьется волна, замыкается вечности круг. Ночь придет, и над крышей моей миллионы зажгутся светил, и луна мне выстелит путь, по которому никто не ходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что-нибудь сказать будем? Можем. Мы готовимся к отмене карантина. Скоро у нас отменят карантин. Отлично. Да, и снимают блокпосты. И мы скоро сможем ездить по всей Болгарии. Так что ждите наших новых видео. Да-да, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока! С вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...